Автомобилистам настоятельно рекомендуют не заезжать в исторический центр Самары в конце мая-начале июня. С 10 числа здесь стартовал ремонт теплотрасс. Масштабная перекладка труб накануне чемпионата мира по футболу делается для того, чтобы потом под ногами гостей Мундиали не пришлось экстренно вскрывать свежеуложенный асфальт. Из-за этого в ближайшее время перекроют проезжую часть на 10 участках, в том числе на Волжском проспекте, улицах Полевой, Самарской, Венцика, Куйбышева, Первомайской и Красноармейской. С 10 июня специалисты ПТС приступят к ремонту на улицах Ташкентской, Алма-Атинской, Солнечной и на проспекте Металлургов. Когда мы переложим эти сети, администрация после этого уложит там новое асфальтовое покрытие. И вероятность того, что мы это покрытие будем нарушать в течение двух-трех лет, надеемся, что этого не будет, потому что мы эти участки переложим полностью. Соответственно, новые камеры, новые трубопроводы понимаем, что мы тем самым усложняем жизнь автомобилистам, стараемся это сделать в максимально сжатые сроки. Всего на преображение транспортной инфраструктуры Самары с 2015 по 2018 год выделяется 24 миллиарда рублей. Проезд автомобилей на одном из крупнейших объектов, пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, откроется в 20-х числах июня. Правда, только по верхней части развязки. Основную часть работ предстоит выполнить в этом году. Движение тормозится из-за несогласованности действий различных организаций и ведомств, считает вице-губернатор Александр Фетисов. Это должно быть застройщиками. Конечно, это не дело. Когда только сделали дорогу, а тут у нас начинают строить что-то и тянуть сети, вскрыли. Конечно, это должно быть здесь более глубокое планирование. Часть от выделенных миллиардов пойдет на покупку низкопольных трамваев. Составы производства Усть-Катавского завода приобретены в лизинг. Они прибудут в Самару в июне.